Ну, во-первых, по апрельской ситуации мы сразу же на самом деле отреагировали. Им было запрещено возить то, что они, по всей видимости, ввозили в нарушение того предрастережения, которое им было сделано. Это уже, конечно, на совести останется данной организации. В субботу утром мы были на объекте со всеми руководителями, которые являются Эхим Транс и следующая там у них организация. Мы проговорили. Сейчас они ведут полностью работы по закрытию так называемого этого саркофага, так называемого, с тем, чтобы не было вообще никакого подачи кислорода от того сгорания. Более половины, наверное, территории, где находятся сейчас эти отходы, лузги, уже засыпаны. Работа продолжается. Я лично буду контролировать всем, чтобы все было засыпано. Требования к данной организации по тому, что там произошло, сейчас находятся в разбирательстве. Мы, со своей стороны, обязательно предпримем все усилия, чтобы никакого дополнительного перевоза отходов на эту территорию не было. Поэтому сам выйду на территорию маслоэкционного завода, а мы понимаем, что эти отходы в Северо-Учатый идут оттуда. И связано это в первую очередь с тем, что у них не хватает мощности оборудования, которая пилетирует данные отходы с последующей ее эффективной продажей и транспортировкой. Как мне сказал руководитель, оборудование уже куплено, на месте монтируется. Хочу сам выехать на место и убедиться в том, что это происходит. Дабы никакого развоза по территории Балаковского муниципального района подобных отходов, как вы сказали, в пороховой бочке не происходило больше. Значит, мы с ними, кроме административной комиссии, в субботу утром поговорили максимально ответственно. Контроль за вывозом и хранением этих отходов на конкретной территории беру лично на себя.